Доброго времени суток всем, дамы и господа, с вами Депик. И нет, я не играю в Outlast, это по-прежнему Сивы, какого хера этот хрен там делает? Я не знаю, в прошлой серии его не было. Вот не было и всё. К сожалению, она оборвалась, потому что у нас вырубили свет. Я вообще, блин, я боюсь отойти. Давайте его вырубим. А, вы же понимаете, чем это, что это значит, да? Короче, я только что была там. Я только что пришла оттуда, где стоит этот чел. Блин. Мы в приюте Мойры, чтобы она была там, и всё ей хорошо было. Потому что, что за хрень здесь творится, это просто ад, я не знаю. Это страшнее у Ласта будет. Может, нет. Может, это баг, я не знаю. Но придётся... Алё? Парень? Парень! Мы же в ближайшее отделение! Вы это видели, да? У меня же не... Может, здесь остались какие-то записи, из которых можно узнать больше. Твою же мать! Твою мать! Я просто дико очкую. Я знаю, как открыть ту дверь. И мать, как вы знаете, что меня больше всего, наверное, напугало. Когда я присмотрелась к целям. Сейчас покажу. Вот. Убить, оглушить 12 то ли человек, то ли каких-то, я не знаю, существ или психическо-псическо-больных людей. Я не знаю. У меня просто зашкаливает. Всё и вся. Да. Вот так вот. То есть, может... Фак, я что-то там видела вдалеке. Ну, блин. У меня всё. У меня какие-то глюки пошли. Почему, когда я проходила вот предыдущую часть, вернее, серию... Ай-яй-яй-яй! Господи, я же знала, что это будет. Почему я обратно пугаюсь? У женщин в чёрном. Ты меня бесишь. Ё-моё, блин. Почему я там не замечала таких маленьких привидений, которые везде были? О, господи. Ё-моё, ё-моё. Я просто не могу. Это... Фу. Кровяшка. Ладно, спокойствие. Только спокойствие. Подумаешь. Псих-больница. Кстати. Вот чем мы ещё не прочитали. По коридорам не шаст... Понятно. Дежурство. Архивирус был. Вроде бы. Да, был. Номер палаты. Доклад об успехах. Психические расстройства. Коварные. Новый пациент. Журнал посещений. Ключ от дверей отделения. Это мы тоже всё читали. Терапия с жаром и холодом. Вот это я не читала, это точно. Основной симптом, о котором в последние дни сообщают санитары, меланхолия. От которой есть одно простое и действенное средство. А именно воздействие очень высокой температуры на влажные слизистые участки тела. Что касается сухих участков кожи, то при неподобающем... Понятно? В общем. Тупая и бесполезная информация. Эрин, в принципе, мы уже нашли. Она находится здесь. Как туда попасть? Я ещё не знаю, будет ли она нас пугать или не успеет. Нет, 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 не успеет. Спасибо. Нас и так все здесь пугают. Я... Понятно, как туда забраться. Боги. Я надеюсь, я выйду из этой лечебницы, потому что мне дико страшно. Уроки. Уроки душевного равновесия. Повторение успокаивает тревоги. Отсутствие стресса ускоряет выздоровление. Шум. Прога хорошего самочувствия. Послушание. Первый признак выздоровления. Желанный торт. Костёр. Простите, костёр? Господи, Гарри, ты меня иногда пугаешь. Суетенью. И мне кажется, мы здесь не одни. Пациентка номер пять. Где ты? Что-то я потеряла. Ладно. Уже столько всяких записей понаходили. Я просто даже не хочу читать. Кто-нибудь сбегает за вином для едвины. Она уже давно ждёт. Отсюда исходил голос. Кошмар. Просто сраться можно. Да. Это, ё-моё, продолжение Аутласта. Ой, не выскочи, ничего, не выскочи. Фу-фу-фу-фу-фу. Скоро паранойя начнётся. Да сколько можно? Хантфилдэк какая-то. Скоро какая-то паранойя уже начнётся. Так-так-так-так-так. Ага, болезнь Хантфилда. Ничего себе. Тарлоу, доктор Хантфилд, кажется, заразился какой-то безобразной болезнью. Ему было трудно стоять прямо, не говоря о том, чтобы оперировать. Он попросил меня осмотреть его, но, увы, я сразу ничего не нашла. Разумеется, он обозвал меня ошибкой природы, поэтому, когда он повернулся, чтобы уходить, я не сказала ему, что сзади он полностью облысел, а его левая нога подкашивается при ходьбе. Пусть испытает на себе свою электрошоковую терапию. Его пациенты будут счастливы помочь в проведении процедур. Э. Может, Э? Эрин? Нет, вряд ли. Тихо, не шуми. Ты можешь привлечь каких-то тварей. Ай, кровище. Откуда вы здесь кровище? Объясните мне, пожалуйста. Кто кого-то резал или что? Так. Мне кажется, кто-то к нам заглянет. Не может все быть настолько просто. А! Вот ты! Вот ты! Вот ты! Фу! Откуда? Откуда еще пал? Ё-моё! Все, не хочу играть больше. Не хочу, не буду. Так. Так, спокойствие. Только, блин, спокойствие. Я все же открою. И они еще хотят, чтобы я обследовала все. Да я нафиг сейчас вот эти двери последние открою и... Все. Блин. Это была жесть. Как страшно. Правда. Ну, Outlast. Не хватает еще под кровать залазить. Научиться и все. Так, обратно этот мячик. Там что-то есть. Я даже не хочу знать, как туда можно зайти. Фух. Блин, у меня сердце просто выскакивает. Так, я же вроде открыла эту дверь. А, это была, наверное, в той части. В общем, у нас выбора нет. Нам надо сюда. Боги, у меня уже руки трусятся. Реально трусятся руки. Записи о пациентах. Ё-моё. Столько уже записей. Просто теряешься. У пациента номер 79 усиливается бред демонов по углам. Да у меня уже демоны по углам. Для успокоения рекомендую. Когнитивную терапию с доктором Штедманом. Пациент номер 14 опять пытается ковырять дыры в стенах. Ужас. Переведен в М7 с выговором. Советую не отдавать все вилок и ножей во избежание рецидивов. Пациент номер 49 переведен на 3М в 4М. Из 3М в 4М. Эпизодический шум вызывал беспокойство пациента номер 16, чего тот кричал с разными интервалами. Пациентка 78 упорствует в том, что она нормальная и находится у нас по ошибке. Если ее бред продолжится, рекомендую лопотомию. Пациент номер 45 доказательства того, что эта процедура имеет огромный потенциал. Доктор Хантвилл все еще заблуждается над темой того, что он руководитель всем приютом. Советую ему спуститься с облакой и прекратить советовать всем лопотомию, когда я не на дежурстве. Блин, я так бы осталась в этом меню. Давайте карту, что ли, откроем. Отсутствие. Хаксли, я обратила внимание на твои частые отлучки. Я знаю, что ты с ними не продолжала, что мы здесь смотрели. Да, по-моему, мы это что-то смотрели. О, господи. Ё-моё. Да, с тобой шутки плохи. Подожди, перевод пациента. Я вынуждена подтвердить, что пациентка номер 18 будет подвергнута процедурам в комнате 3F. Как вы и опасались. Я думала, мы навсегда закрыли двери в этой комнате страха много лет назад. Субъект предназначен для отборочных экспериментов по указанию самого барона Нордкриста. Это последний раз, когда я стою туда, стою туда пациента. Больным нужны врачи, а не мясники. Дальше эту пациентку будет везти Хантфилд. Мне жаль эту девочку Тарлоу. Надеюсь, в своём безуме она найдёт счастье. Эх, ребята. Отлично. Мы сейчас поведаем весь ужас. Господи, ещё хотя бы меч дали. Я не знаю. Просто чтобы отбиваться, а не этой дубинкой. Мне было бы не так страшно. Правда. Даже вот когда у Майлза была камера, ну там всё-всё-всё как-то как... Был... Было куда, короче, куда спрятаться. Я не знаю. Ё-моё. Да куда ты едешь? Всё, приехали, да? Угу. Мак. Мак нам нужен. Там свет горит. Фу, крысы. Чё ж, пускай стая крыс на меня нападёт. Не жалеет этот хрен, который мы видели. Чё, чё, чё я взяла? История 3. У приюта море хватает своих проблем. Постоянно налетающие порывы береговых ветров создают меланхолическую болезненную атмосферу, от которой сбавлены здания, находящиеся в черте города. Также носит свою лепту сквозняки и другие неудобства. Тем не менее, персонал приюта всегда приветлив и дружелюбен, чем заслуживает всяческого одобрения. Но самое удивительное это то, насколько плодородна земля вокруг приюта. Здесь сохранились многие дикие растения, которые больше не встретишь в более привычных нам цивилизованных местах. Да уж. Надеюсь, ты не зря идёшь. Господи, найди там что-нибудь, я тебя прошу. И поскорее уматывай. Конфиденциальность. Так, отлично. Надо ещё бы её найти. Вот она. Следуя дальше, вы принимаете соглашение о секретности экспериментальной методики. Остаётся собственностью их владельца. Любой уличной экспериментальной методик будет... Понятно. Короче, дальше идёт опыты. Опыты над бедными пациентами. Да хватит тебе шебуршать, блин. Стрёмно и так без того. Что-то заколочено. Даже, вы помните, я вот лазьте, я даже не орала. Даже не вскрыкивала, вроде бы как. Ну и здесь, ёб твою мать. Ай. Птички. Главное, чтобы не эта тварь. Помните, мы раньше и видели эту тварь. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Может, гард правда какой-то? Того? Ты какой? Да, птички. Я не хочу ниже, не хочу ниже. Бля. А нам же что, да? Да? То есть нам ниже по-любому придется идти? Ах ты ж, бля. Закрыто. Все заперто, бля. Так, это второй этаж. Бля. Так, пошли вон. Пускай духи, но нереальные существа уже, я все передумала. Attention. Что? Короче, ненормальные пациенты там. Не, нифигашечки, я не хочу спускаться отсюда. Ну, мне правда стрёмно, ребят. Ищите комнату 3F. Это похоже на тюрьму. 3B. 3C. Ах! Ну чем же так? Они пытают меня. Хорошо, Айрин. Я поняла. У нас проблема с заключенными. Это кровь? Бляха-муха. Нет. Эти двери не открываются. Где-то внизу должен быть генератор энергии. Бляха-муха. Бляха-муха. Да вы издеваетесь, да? Короче, мне интересно, поэтому я пойду посмотрю, что там. Ах! Ух ты, сучка! Гляделки будем смотреть, да? Да? Гляделки? Где ты ушел? Падла. Ребят, это просто аутбаст. Это... Это жопа. Я не знаю, что делает эта кнопочка. Может, она зажигает свет. Может, она призывает этого парня. Я не знаю. Я хочу посмотреть, что еще здесь. О-о-о. Они до сих пор здесь. Я даже не собираюсь их открывать. Спасибо. Ё-моё, это так все стрёмно. Что ты сделал, Гарат? Ладно, записка беглеца. О, кто-то все-таки убежал. А я это не читала? Очеркная вспышка агрессии. Все пациенты демонстрируют повышенную агрессивность. В прошлом году у нас было похоже инциденты, когда пациентка номер 18 находилась в центральном изоляторе, но они прекратились, как только ее перевели в исправительное. Теперешнее поведение больных не страживает схожим тенденциям. Пациент номер 82 закричал от меня, на меня, когда этим утром я принесла ее завтрак. Ребенок просто не может издавать такие звуки. Мы можем только продолжать и оказывать им необходимый уход. Я отказываюсь справлять пациента. В животерню Хантфилда. Подожди, записка беглеца где-то я видела. Вот. Эйвери, уходи по-тихому, не причиняй на нефть и стекло, а они для твоей же защиты. Зажги факел и жди меня в доках. Я не знаю, что это за твари, но если кто-то из них тебя видит, подожди, ублюдка, и драпай. А, подожди, ублюдка, и драпай. Ну, походу, мы скоро будем драпать, только вот у нас нет факела. Так, понятненько. Господи, замок на лифте. Или звонок, или замок. Че там? Замок на лифте. Да? Так, подожди, записки. Записки. Уже теряешься просто. А что за болезнь Хантфилда? А, поняла, все вспомнила. Замок на лифте. Пит, сделай мне доложение. Лифтовая справительность сейчас откроет, откроет для всех. Так, установи, пожалуйста, замок. Но только ради безопасности, понятно. Что, если кто-нибудь из подопытных Хантфилда вырвется? Пациенты верхних этажей будут беззащитны. Элиза. В общем, нас предостерегает, что пациенты Хантфилда, на которых он ставит какие-то страшные опыты, вырвутся и будет такой капец, который вот и случился. Мне кажется, это... Что? А, не слышно места. Так что так оно и случилось, и... Так, понятно, нам надо на шкаф. Здесь все-таки что-то есть. Раз оно таким образом от нас скрывалось. Ну, то есть не давало никому залезть сюда. О, еще бы, посмотрите. И обуздание Примали. Примали – это тот камушек, который... Ура! И хоть не в тех записях, которые мы украли серию назад. Ритуал по обузданию Примали потерпел страшно неудачно. Возможно, есть... Еще есть надежда, энергия. Вошла в слишком слабый сосуд. Я не понимаю, как это произошло. Должен быть способ вернуть ее в камень. То есть они хотят, чтобы... Блин, вот это меня бесит. Я знаю, что это надо для того, только для того, чтобы какой-то страшный хрен тебя поймал. Что-то там было. Сенсорная депривация. Ни в коем случае не открывать двери, когда комната занята. Уход от мирских забот успокаивает душу. Дай посмотрим, что там. Ё-блин. А вот ласт посасывает в сторонке. Так, вроде у нас жизни полны. Шприц. Угу. И это же все не просто так, ребята. Я уже хочу запрятаться и не проходить дальше игру. Не хочу. Не хочу, не буду. А что там? Даже подпрыгнуть не можешь. Понятно. Что-то капает. Господи, а что здесь творится? Мать вашу. 3F. Сука. Оно же было открыто. 1. О-о-о. О-о-о. Там же были эти парни. Можно я останусь здесь? Позядя. Ебать, как это все стремно. Я знаю, они будут гнаться с нами, пытаться нас, я не знаю, укусить. Как ее открыть? Ага. Так, вроде этих ублюдков нет. Бляха-муха. Вот я, честно говоря, я боюсь, 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 мне просто стремно. Настройка. Настройка. Так, 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 так. Твою мать. Вот она. Предначал операции, тщательно настроите машину, сорви покров, скрывающий врат от души, чтобы открыть путь к выздоровлению. Вот это бред я искала. Просьба о переводе. Так, где же ты, просьба о переводе? Такая чертовщина просто уже творится. Вот. Я понимаю вашу встревоженность, но вынужден перевести пациент номер 18 вниз на тюремный уровень. Я понимаю, что это нестандартная процедура, но субъект должен быть изолирован ради всей общей безопасности тюремный уровень. Единственное подходящее место, доктор Штеттен. Субъект. Это уже так. Психические. Вот этих вот людей называешь. Психически больных людей. Этого я ожидала. Надо выкачать примались девчонки. Но не давайте ей умереть. Ни в коем случае. Знаешь, что такое страх? Ах, да, Гар? Оказаться в клетке. Быстрее! Она отравляет прималь! Видишь? Ой, я всхорчу. Прималь опасна! Ее надо контролировать! Нет! Нет! Скорее, вынесите ее! Она слишком важна и не должна умереть здесь! Боже, что это бедняшка! Я отведу ее обратно в тюрьму! Че это такое? Я думал, ты умерла. Но все хуже. Той ночью ты украла прималь. И теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Мне придется спуститься еще глубже. Пипец! Знаете, чем будем делать? Я буду их убивать. Я не хочу их оставлять в живых. Ибо они могут напасть на меня и будет мне попа. Кому это нужно? Жесть, парень. Тихо. Тихо, 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 тихо! О, господи. Короче, пофигу, есть ли че. Будем бежать, отбиваться, валить. Главное, чтобы это не был босс. Потому что будет очень плохо. Если честно, меня этот звук уже раздражает. О, господи. Дай силы пройти эту часть. Так, еще какой-то кабинет лоботомии. Так, давайте вот так смотреть. Так видно, что мы не прочитали. Быстро мы можем прочитать. Вы берете орбиток. Безумие. А вы знаете, что такое безумие? Теперь я понимаю, зачем там столько шкафчиков. Парень! Ты дебил. Ты в курсе? Юэкс. Не даже... О-о-о. О! Вы посмотрите, кого я нашла. Так, секундочку. Мне здесь надо вырубить свет. Доктор. Доктор. Докторишка, здрасте. Так. Мы можем тебя как-нибудь поднять? Гидротерапия. Так. Сейчас прочтем. Вот она. Так. Выдыхай воду. Выдыхай воду, выдыхай свет. Ого! Эй, мать, вообще капец, да, парень? Хм. Ага. Фигушками уже поднимемся. Поэтому выход один. Сразу прикатилась. Вы слышали, да? О, господи. Блин. Я боюсь. Жутко нагнетает атмосферу это все дело. Нам надо было, конечно, в другую сторону, но... Прикиньте, здесь кого-то встретить. Я просто всралась бы. Сокровище. Так. Я это сделал, я это нашел. Тот-другой делал свои тайники. Я в вентиляционных шахтах, словно прятала их по карманам старых пальто. Эти написающие надо мной стены, кажется мне уютным, как никогда. Я понимаю это человека. Еще немного, и я почувствую его запах, плод его трудов. Где-то рядом. И тикающее живое сердце нашего общего стремления все ближе. Немного отдохнуть, и я продолжу. Я зашел так далеко, и еще несколько фото, и в годы ожидания венчаются триумфом. Ох, ребят. Настолько все атмосферно жутко. Откуда мы свалились? Куда нам идти дальше? Чего я хожу кругами? Все-таки нам надо было налево и прямо. Это такой стрём. Старая тюрьма. Господи, ну эта атмосфера хоть радует больше. Хотя... Не сказал бы. Помните, когда такое бредовое состояние города было? Мы были в похожем месте, только без... Без, 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 сука. Хрен, свет включать. Сука. Бля. Бля. Куда ты убежала, тварь? Ебать тебе. Ты, гоблин сраный! Нет, ты даже не гоблин. Я тебе скажу, кто. Вот это моя прелесть. Голум. Вот. Дамы и господа. Если вы хотите увидеть Голума, вы можете прекрасно его посмотреть. Что-то там, ничего там нет. Ай, ебать, 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 ебать. Дожились. С Голумом бегаем. Угу. Ё-моё. Так, как это восполнить? Всё, отлично восполнили. Ай, ему пофигу. Он всё-всё берёт себе. И плевать, что здесь какая-то тварь бегает. Конечно, какой бы ни был человек... Бля... Вы видели, да? Ой, господи. Как-то правильно назвать скример? Отлично. Одно очко получили. Давайте хоть что-нибудь улучшим, да? Интуиция, ловкость. Так. Так, вы знаете, наверное, что можно улучшить? Скорость или эффективность? Нет. Давайте возьмём скорость. Стащительно ускоряет ваши действия, время стрельбы, боя и взломывание замка. Ещё сильнее замедляет весь мир. Ой, вокруг вас. Чё, не нажала? Да ушла. Открыть. Да. Супер. Ой, ё-моё. Голум, какого хера? Он... Как привидение. Он возникает и пропадает. Это вообще ненормально. Правила тюрьмы. Вот они. Не подходить к пациентам, не говорить, не верить заявлениям. Пациенты лишней свободы. Для них же безопасно. Так, господи, проще же уже убить таких. Эрин действительно держали здесь. Надо проверить все камеры. Кошмарище. То ли мы топаем, то ли голум топает. Так. Перестаньте меня пугать. Серьёзно. Хватит. Скорее бы уже это найти, да, закончить эту дурацкую миссию. Потому что... Я слышу, как ты это закатишь. Задолбал. Что мы там взяли? Какой документ? Как называется? Доклад агрессия. Я заметила, что пациент номер один соправляет агрессию и возбуждение, когда мимо его палаты везут пациентку номер восемнадцать. Его пытки дотянуться до неё ни к чему не приводят. Но он борется так ожесточённо, что сегодня вырвала один из крючевых в потолоке своей камеры. Это надо изучить. Доктор вот этот крызанутый, бешеный, тупой доктор, который не мог просто убить своих пациентов. Почему? Зачем ему вот это всё делать? Если что, короче, я на подготове. Так, здесь у нас просто никак не пройти. Что-то было, что-то было вроде бы, ну ладно. Не хочу бежать. Вдруг привлеку этого монстра. Когда-то он был человеком. Давайте его убьём. Ну-ка, подойди ко мне поближе. Ебать. Ты со сталкера пришёл. Три огненные стрелы, ребят. Три. Мне нифига не хватит. На всех их. Блядь, 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 блядь. Я, конечно, извиняюсь за маты, но... По-другому эту игру просто не пройти. Вы же это понимаете, да? Пипец. На пришельцев смахивают. А я, короче, ещё усугубляю ситуацию. Ё-моё. Кошмар. А что мы здесь у нас съесть? Попочки. Привет, странные существа. Почему тебя не убили? Почему ты сейчас ходишь? Господи. Ё-моё. Ёлки-палки. Мне страшно. Не хочу, чтобы они поняли, что я здесь. Главное... Ничего не сбей. Тебя прошу. Твою же мать. Сколько их! Ебать. Мне как раз туда... У меня, короче, есть... Либо вспышка. Да, наверное, вспышку бросим. Побежим. Потому что... Это был лучший вариант. Я не знаю, что бы они сделали. Даже не хочу узнать. Надеюсь, они за мной не пойдут. Прогиньте, я так оборачиваюсь, и он сзади меня лезет. Вот это было бы реально стрёмно. Я надеюсь, возвращаться мы никак не будем. Потому что я дико боюсь. Сука! Ё-моё! Прошу тебя! Хорошо, прошу, прошу, прошу! Давай, давай! Жизнь! Мне на что не будет гардерпи, а ты умоляешься! Нет! Так! Что это было? Что здесь произошло, Эрин? Как ты здесь очутился? Пипец просто полный! Город! Куда, мать, тебя внесло? Чёртовы твои глюки! Маки, 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 чё... Ты больной. О, начинается. Надеюсь, здесь не будет... Ну, вот они. А-а-а! Мамочки! Подожди секунду. Заставь голоса замолчать. Это капец просто. Лучше бы я умирала. Так, тихонько. Ты хотела бы умереть, чем быть здесь. Да, ты прав. Ты права, вернее. О, боже мой. Так, давай, открывай. Как светлое у меня. Мама! Обнимашки? Обнимашки хочешь, да? Это просто... Это жизнь. Ну, чё, было бы два. Я хотела спасти себя, но они не дают мне проснуться. Они заслуживают наказание. Кому я верю. Кто заслуживает наказание? Зачем? Что за глюки у тебя, Гаррет? Иди за мной. Вести. Так, дай же не дай же мне пройти. Господи, замолкай в глазу. Как это всё странно. Что курили разработчики, когда делали эту игру? Они хотели бы привлечь или, наоборот, испугать. Я вообще без понятия. Хочу выбраться просто отсюда. Эрин, что случилось? Она наша будущая! Он не слышал тебя. Ублюдок Нордкрест похитил меня. Ты со мной? Конечно. Он меня ненавидит. Гаррет, я падаю. Почему я не ненавижу его? Может, я схожу с ума. Есть только один способ узнать. Барон. В особняк Нордкреста. Туда, где всё начиналось. Ох, ой. Слово тебе, господи. Прошли эту миссию сраную. Хищник. Вы не боитесь применить сил. Я стойте агрессивно. Стремясь к победе любой ценой. Добычей найдено. Ну, половину нашли. Чуть больше даже половинки. Проходило ли это грёбанное целый час? Ну, что это разбило на 2 часа? На 2 часа. На 2 прохождения. Украли всё на 58%. Ещё бы. Я не хотела бы там лазить. И тем более не начинать это заново. Ох. Это было мощно. Это было по-аутластовски. Спасибо, что были со мной. Смотрели, боялись со мной. Если Эрин у барона, я должен попасть в особняк Нордкрестов до того, как туда ворвётся толпа. Пора получить пару ответов. С вами была Авида Эпик. Увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте комментировать. Пока-пока-пока.